Музыка Родители Виталины Черняевой отдавать дочь в хоккей сначала не хотели. Уговаривать маму и папу пришлось несколько месяцев. Я сходила на матч и захотела заниматься хоккеем. Уговаривала родителей и теперь закатаюсь здесь. Есения Наханова когда-то страдала от астмы. Особенно сильно задыхалась зимой при перепадах температуры. Но из-за любви к хоккею буквально заставила родителей отвезти ее на тренировки. Несмотря на их опасения, организм дочери справился с нагрузками и астма прошла. Это мое хобби самое любимое. Оно мне может пригодиться в любом случае. Но я не хочу ходить в танцы. Потому что в танцах мне более активный спорт нравится. Может быть это не совсем женский вид спорта, как многие родители говорят. Но если у ребенка есть желание, лучше поддержать желание, чем ребенка куда-то везти туда, куда он не хочет. Если мы вдруг заболели, вы не представляете, у нас весь дом просто весь в шайбах, в клюшках. Даже если мы как-то ломаем ногу или еще что-то, мы себе на гипсе пишем байер, рисуем конек, берем клюшку и забиваем куда-нибудь. У нас окна матрасами где-то закладываем специально, просто потому что у нас скоро, по-моему, окон не будет дома. Тренировка в понедельник начинается в 9 утра. Если большинству маленьких хоккеистов время удобно, они учатся во вторую смену, то родителям приходится в определенные дни отпрашиваться у начальства и приезжать на работу попозже. Ранние подъемы, мы сюда все приезжаем. У меня справа младше тренировка, я справа старше, я иду за ним следом. Нормально. Занимаемся уже полтора года. Занимается сын. Инициатива его была личная, потому что все матчи не пропускает Хабаровского Амура. Мы понимаем, что в КХЛ, МХЛ ходим регулярно. Здесь стоит пас, понятно. Приняли. Сюда пас, а нас скакивает. Показали в одну, в другую сторону судьбой. Выезжаем бросок. Хоккейный клуб-лидер появился 5 лет назад как альтернатива хоккейной школе Амур. Сейчас здесь занимается примерно 120 человек. Дети с 2004 по 2014 год рождения. Мы появились не так давно, 5 лет назад. И дали небольшую конкуренцию. И дали второе дыхание для ребятам, которые не пробились в первые составы в главной школе города. И мы даем им здесь второй шанс, так скажем, раскрыться, доказать, что зря их еще рано списали со счетов. Старший тренер клуба Сергей Потинцев в хоккее уже 20 лет. Правда, в детстве он, как многие, мечтал стать знаменитым игроком и о тренерской работе не задумывался. Когда я играл в хоккей, естественно, об этом не думаешь. Ты хочешь добиться успеха как игрок, но чем взрослее ты становишься, тем ценности меняются. И ты понимаешь, что не всем дано заиграть, а остаться в любивом деле всегда хочется. Поэтому остался в тренерстве. Номер 11. Президент Российской Федерации Владимир Путин. В мае этого года президент Владимир Путин встал на коньки, взял клюшку и на глазах у всей страны забросил 10 шайб ворота соперника. Разумеется, по торжественному случаю. В эти дни в Сочи проходил 8-й фестиваль самой массовой любительской лиги. Ночной. На этот лед в свое время выходили лучшие хоккеисты мира. Итог 14-7 в пользу звезд отечественного хоккея. Владимир Путин был в ударе. Команда хоккейного клуба «Лидер», объединившись с командой «Авантажстрой», впервые в истории хабаровского любительского хоккея вышла в финал этих соревнований и заняла второе место. А ее тренер Сергей Путинцев был признан лучшим тренером. Перевезли вот такой вот красивый, достойный, благородный клубок. Это первое призовое место хабаровской любительской команды на этом фестивале. Помимо этой награды у клуба много других призов с российских и международных соревнований. Ездили в Харбин, Пекин, участвовали там в международных турнирах, участвовали в играх против чехов, шведов, в том числе и китайцев. Выступили довольно достойно. Пожалуйста, вот он, клубок. У хоккейного клуба «Лидер» есть специальный тренировочный центр. Один из самых современных в Хабаровске. Некоторые тренажеры есть только здесь. Специальные стойки, фишки, утяжеленные шайбы, ворота, искусственный синтетический лед, хоккейная беговая дорожка. Все для развития индивидуальных навыков хоккеиста. Занимаются здесь не только ученики школы «Лидер». Потренироваться может любой, кто захочет, в том числе спортсмены других хоккейных школ. «Ниже сядь немножко. Не трясемся. Макс, ниже садись. Терпим до конца. Спину. Спину. Давай, Сава, из последних сил. Пять секунд осталось. Ниже сделали. Сава, считай. По статистике самих тренеров, из 10 новичков в хоккейной школе остается 9. Перестают заниматься не потому, что не нравятся, а из-за слабого здоровья или нехватки денег у родителей. Инвентарь и амуниция для начинающего спортсмена обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Самое главное, что мы хотим добиться, и понимание родителей, что мы в первую очередь развиваем здоровую нацию, здоровых, крепких ребят, умеющих работать в команде, умеющих общаться. Развиваем коммуникацию, а дальше уже как пойдет. Здесь загадывать нельзя, может всякое быть. Кто-то стрельнет неожиданно, а кто-то станет тренером, а кто-то станет спортивным агентом, а кто-то спортивным врачом и так далее. Но самое главное, что хоккей будет уже в подспорье твоем. Он тебе будет всегда помогать в дальнейшем по жизни. Для меня хоккей – это вся жизнь. Я буквально родился на коньках. У меня с самого детства, с года, по-моему, уже начали ставить на коньки. В чем пригодится? Ну, силой, что драться тут можно. Ну, тренера добрые у нас. Дети веселые. Ты веселый? Да. Нам надо заниматься для того, чтобы научиться играть в хоккей и получить много кубков, и потом когда-то играть в Рунхейл и получить кубок в Стендвик. У нас хотят футбольную команду взять, но в хоккее у нас лучше получается. Нет, у нас футбол лучше получается, но мы хотим в хоккее играть. Субтитры сделал DimaTorzok